Ну что, Юрий, сегодня дождь по расписанию. А сегодня Юрий-то не работает, представляете? Дождь по расписанию, и поэтому сейчас дождик, кажется, снова идет. И что вы думаете? Мы, наверное, сегодня сделаем закупку в Коско. Ну раз дождь пошел, надо же как бы соблюсти традицию. Слушай, смотри, фрезии появились. Ну у меня, наверное, будут 6 долларов, смотри, 3 веточки. Супонинка, обалдеть. Серьезно? Да, нет запаха. Ой, ужас, слушайте, а у фрезии нет запаха, действительно. Они только из-за запаха. Я их люблю из-за запаха. Вот у гиацинтов очень сильный запах, их прям чувствуется за версту. А блин, здесь, надеюсь, у моих будет. Тележку катим прямо от Trader Joe's. Там просто кто-то оставил. Юрий решил помочь сотрудникам Коско вернуть тележку на место. Заодно и пошел. Снова скидка на чемодан. Да, слушай, какой-то лузенький. 100 долларов стоит два чемодана. Они, может быть, себе вот здесь вот шире. Хотя нет. Ну, должен, не знаю. Серьезно, но такой компактный. Ага. Это что? Ага. Это эмблема. Это чтобы... Как открывать, я тоже подумала. Смотрите, какой классный диснеевский этот стич. 53 доллара стоит. Это лего набор. 730 деталей. Да. Нормально. С цветочком. А, и с мороженым. С мороженым. Так, мой коллаген. Да в какого часа скидка? До 17 марта. А, еще хватит. 26 долларов он стоит. Женский левайс. Ну, это шортики. Бермуду. Смотрите, смотри, есть маечки, Юр. Обычные майки. Две штуки. 17 долларов. Такие хэбэшные. Есть, смотри, они вот такого цвета, а есть вот такие вот. Синяя и голубая. Тебе не надо свеженьких маечек? Они вообще без надписи, без ничего. Да, вообще. И они довольно такие. Да. Тоненькие. Вот эта фирма мне нравится. У меня вот от нее джокеры тоже очень удобные. Жалко нету больше их. Ну, как хочешь. У тебя синие и голубые в основном. Ну, тебе нормальный этот цвет. Или такие. Тихо. Не знаю. Как хочешь. А, слушай, там еще кармашек. А, вот он. Вот он. Угу. Такие непросто. Ну, то есть не совсем простая, да. Да, не знаю, вот эти возьми. Ну, возьми. Ой, интересно. Смотри, это какое-то спортивное платье. 19 долларов. Стоит трех цветов. Но какая-то ткань странная. Какая-то, не знаю, как. Вот такого цвета. Вот такого-то, не знаю, песочного. Ткань странная. Но на ощупь какая-то хэбэшная. На беды, да. Снова скидка. 300 долларов сейчас оно стоит. 50 долларов скидка. Классная штука. Да. Юрий. Мы до сих пор не прицепили. Я же ее обменяла. Да. А, она до сих пор на скидке 40 долларов. Что это? Я хотел взять вот такую вот губку для... Для мытья? Мытья. Да. Гриля? Грилевая. А, возьми. Они стоят 12,49. Их там сколько штук? 8 штук. Да. Ну, ими можно же мыть раковину, все можно мыть, плиту, наверное. Ну, возьми. Да. На них скидка. Да, 12,49, 3,5 долларов скидка на них. Есть мягкая, есть жесткая. Какая-то из них мягкая, какая-то жесткая. Вот это жесткая прям чувствуется. Ну, там они, наверное, как-то нарисованы, написаны, какие мягкие. Тут вот, видишь, написано, какими что очистить. На спонжики, вот на эти скидка, я уже их брала как-то, вот. Они заканчиваются, ты знаешь, давай возьмем. 11 долларов они стоят. И вот эти палочки остались. Да. А их там было 9 или 10? Да, 9. 9. Они раньше были просто в пакете. А сейчас, видишь, коробки стали делать. И вот эти вот надо взять. Их тут три упаковки, блин, на всю жизнь реально палки. 9,49. Уши, уши чистки, ухо чистки. Ну, я ими там бывают косметику, там глаза подправляю иногда. Глаза подправляю палками, палки в глаза, чтобы глаза были открыты. На ушки, кстати, из этих ушек, 5 долларов, можно сделать торт Наполеон. Да, делают торт Наполеон, делаю умельцы, умельцы там. И мне не нравится, конечно, но... Но их это... Тесто? Да. Тесто. Тесто, сахар. А тебе нравятся вот такие? А, то, что прозрачные? Тоже прозрачные. У Юры просто его наушники, какой-то один наушник, да, из Порта? Да, ну, он у меня падал много. А, ты его роняешь. 130 долларов стоят наушники вот такие. Мне, честно говоря, не очень нравится, как это они выглядят. А, нет, мне нормально. Но это, видишь, ты еще два года гарантия Apple Carp. Ну, если хочешь, возьми. Вот мы Максу брали вот. Да, вот эти классные. Причем, по-моему, по 170 мы вообще брали. Да, да, да. Сейчас вот 200. Да, 200. Причем вот эту дополнительную блокер гарантию только Коско прикладывает. Да, да, да. На Амазоне тоже самая цена, но без дополнительной. Да, гарантии нету. А гарантия отдельно стоит, по-моему, 30 долларов. На эти это 30 долларов, на эти никому. Причем в год или за два года? Нет, нет. За два года? Взял? Да. Ну, тебя поздравляю. Смотри, как красиво цветут персики. Прям прелесть. Да, а вот сливы цветут. Глаз. Вообще, красота какая. Деревья. Деревья по 45 долларов. Хотя это цитрусовые только по 45 долларов. Смотри, а вот справа небольшой. Да, 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 как мы брали. По-моему, вот эти недорого стоят, около 30 долларов. Ну, типа того, да, что... Не вижу, самая. Я тоже не вижу. А, наверное, с той стороны. Вот, смотри, вот есть вот эти вот камелия. Красивые такие. Ну, говорят, что они очень капризные. Да. Они большие вырастают деревьями прям. Смотри, Юрий, это для того, чтобы газоны рассаживать. А, прикольно. Это что, микрозилии? Это трава. Это газон, типа. Вот, видишь, прям газончик. А, почему он вот так небольшой? Ну, он, наверное, расплодится потом может. 12 долларов. Это мох. Это мох. Написан, мох из нас, хоть мох. Видишь, написано ground cover. Это для того, чтобы, ну, как бы рассаживать. Да, да, да. Здесь много надо. Наверное, сейчас я вам покажу вот так вот. Сконцентрируюсь. О, да, наша палатка. Скоро в кемпинге поедем. 100 долларов, да, стоит она? Да. Палатка. Или 150? А, слушай, это не наша. Она не босса. А, не блэкаут. У нас блэкаут, да. Грилли стали выставлять, смотри. Вот этот 800 долларов стоит. Вебер Genesis 2 E355. Ну, вот мне не нравятся у них решетки. Не знаю, почему. Мне кажется, у нас его лучше. Чугуни. Чугуни. А вот это тоже? Ты это тоже выберу? Тоже Вебер. Какой-то электронный. Мне кажется, нашу. У нас не Вебер, у нас Наполеон. Наполеон. О, вот это вообще, смотри, бургер, жарик, котлетки. Не только бургер, омлет и прочее. А причем стоит эта штука 350 долларов. Вот, видишь? Blackstone. Да, на ней вообще все можно жарить. И ишенку тоже. Да? Да. Вот, смотри, что такое. А, вот походный. Такой же такой походный. Смотри, класс. Сколько стоит? Наверное, 160. Да, да, да. Да, ты был топ. Ага. 22 дюйма. Вот на этих, на баллонах, как мы берем с собой в кемпинг. Да. Можно в кемпинг брать, и вот там яичницу, и это, и... И вместо сковородки. И даже сковородка не нужна, да? Да, да, да. Но единственное, он места так много занимает. Смотри, какой он огромный. Смотри, вот у него... А, еще у него есть адаптер на большие баллоны. Ну, понятно. Смотри, какой он огромный. Ну, да. Он у тебя полмашины займет. Вон он там открытый стоит. Да, вот он. Вон он. А что они его туда запихали? Они должны его как-то показать? Какой мощненький, да? Неправильно. Так можно и стейки, и все. Да, конечно, можно и стейки. Да, в этот. Кемпинг классный. Да, и когда вот ты купишь трак. Да. Вот тогда. Вот еще, смотри, есть ниндзя. Да, это электрический. Думаешь? Нет, смотри. А, палетный? На палетах он. Сколько это? Ничего себе. Вот так вот. Он стоит 230 долларов. На него сейчас скидка. Он и арфраер, и смокер. И коптильня, да. Обалдеть. То есть он и электрический, видишь, у него электрический и арфраер. Какой он крутой, слушай. Вот это да. Что они так поставили? С другой стороны? Нет, другой стороны не подойдешь. Да, но я имею в виду. Ой, а это что такое? Смотри, какая пицца. Смотри, как он выглядит. Почему они туда неправильно коробку? Ну, вот такая поверхность у него не очень большая. Давай вот это еще посмотрите. Подожди, а вот это пиццу. Вот еще, смотри, какой это есть тут. А, ну это плита, да? А, это плита вместе с грилей, с грильной поверхностью. А, у нее поверхность, да. Ну, тоже, да. Да, тоже. Кэмп энд шеф. Ну, вот это она еще больше. Это 230 стоит. Да вообще, вот потому что он, видишь, с ножками, со всеми делами. Да. Он прям взрослый. Да. Мне тот понравился. Да, там, да. Угу. А вот это что за махина? Это пицца. А, пицца овен. Причем, смотри, она тоже на палетах, походу. Ну, да, да, да. Давай посмотрим. Наверное. Это тоже картинка. И пицца. И духовка, как бы, гриль, и все. Угол, угол, угол. Причем, угольный, да. Цифровой, электронный. Угу. Он стоит 630 долларов. Угу. Даже не знаю, какого показать вам. Огромная. Коробка огромная. Вот, смотри, сюда загружается до 10 фунтов. Угля. Угля, да. Да, прикольно. Он не на палетах, он на угле. Угу. Офигеть. Здесь вот он поджигает. У нас углем нельзя пользоваться. Да, я знаю. Там, видите. Да. Смотри, через Wi-Fi управляется. Ага. Умная техника. Прикольно, да. А, и там внутри вот такую штуку можно для пиццы поставить. А, ну, понятно. Это как в духовку. Короче, это угольный гриль, который контролируется... По Wi-Fi. Электроникой, да. Смотри, здесь у него зоны отдельно. Левая, правая контролируются. А, ну, просто там две горелки. Ну, да. Поэтому здесь что-то посильнее, здесь полегче, да? Да, да. Ага. Это ниндзя, да? А, это Blackstone. Да, да. Они тут все вперемешку поставили, видите? Джинсы. Юра пожертвовал свои почти все джинсы Максу на пошивку. Ммм, классные. Вот эти классные. Это чиносы, да? Да, да. Но они... Мне нравится цвет. Мне тоже. Но... Сколько они стоят? Слушай, ну, они так не садятся, наверное, как джинсы. Могут съесть. Сколько стоят? Как они называются? А, нет, там 20 долларов, да. Да. Да, да, да. English, это они? Нет, вот справа. А, Эдди Бауэр. Да, да, да. Они есть разного цвета. Вот такие есть. Есть черные. Ну, черные, наверное, тебе не надо, да? А, здесь... Чего? Здесь еще дополнительный карман. А, ну вот они, вот смотри, как они выглядят. Так вот, здесь как раз не видно этого кармана, он сзади. Вот, смотри. А, он сзади? Смотри. Вот. Ну, на попе карман, ничего страшного. Как-то он даже... А, он вот здесь. Да, да, да. Не знаю для чего, чтобы что-то положить и сесть на это, да? Ага, и сесть на него. Тихих. У меня есть такие одни, по-моему. Там карман вот здесь вообще под коленкой. Да, да, да. Ты им не пользуешься. Пользуюсь иногда. Да. Так, ну-ка, давай еще посмотрим, что тут еще есть. Есть еще какие-то вот такие, но они какие-то худые. А, еще, Юр, вот такие есть. Тех пенс. Вот они вот из такого материала, другой материал. Нет. 20 долларов тоже стоит. А вон джинсы. Ты же хотел еще джинсы. А, кстати, это костовские джинсы. Костовские джинсы стоят 18 долларов. Разного цвета тоже есть. И даже вроде как размер. Юр, тут еще размеры вроде как твои есть. Смотри, какие-то английские джинсы. English laundry. Выстиранные джинсы. Здесь. Тоже неплохо выглядят. Не знаю, фотка тут есть где-то. На них. Наверное, вот они. Да, да, тут много джинс разных. Да. Но 30-32 я не вижу. Да, да. Есть 32. Вот, что ли, есть 32-29. Я последний раз взял треселавый рисунок, но расширяю на то, что они подсядут. А, джинсы точно подсядут. Да. Ладно, давай, оно еще здесь будет. Думаешь? Но не будет размеров. Что-то завезли. 27 долларов. Тут кроссовки. Вот скетчерсы, кстати говоря, мужские новые. 35 долларов. Кеды опять появились. Женские, кажется, да? 18 долларов. Белые и черные. Кеды не очень удобные обуви. Представляете, набор. Круглый стол с четырьмя стульями. Всего 300 долларов. Интересно. Ну, я надеюсь, он не такой поцарапанный продается. На стуле выглядят удобными. Подушка под попник. Это чтобы удобненько было сидеть. Мама рефом. Она точно. 20 долларов. Может, никому низковато. Нет, это именно чтобы тебе удобно было сидеть. Далеко, когда ехать. Она, видишь, не только для этого. Она и для того... Не только для машины. Она и в доме, и в офисе, и для игр, и для всяких событий, мероприятий. То есть, она просто на стул кладется. Кажется, да, он так и стоил. 400. Верно, да. Надувной подолборд. 400 долларов. 11-футовый. Да, большой. Кататься. Да. На уйтире. Вы видели такие, да? Говорят, они, ну, не именно эти, но говорят, они лопаются. Ну, естественно, они же надувные. Часто. А, вот видишь, и же ПРХИТ. Да, в наличии есть разремонтный набор. Значит, есть шанс. Смотри, какая-то появилась еда интересная. Это удон с салатом. Четыре с половиной доллара стоит за фунт. Наоборот, салат с удоном. Ну, да, то есть это такое дело, это называется удон-нудл-салат. То есть это в итоге, типа, получится салат. Вот ежу у них с макаронами салат. Да, да, да. Вот, типа, то. Вот такая вот коробка стоит 10,87. Какое-то новое вино, смотри. Мендосита. Каригнан. Это что, какое-то... 6,97 стоит. Ну, оно сейчас со скидкой от стоило 10 долларов. Без добавок. Без добавок? Ну, непонятно, какое оно. Сладкое, не сладкое. Это вообще написано на ее, может быть? Веган-френды. Калифорнийская, да? Да. А, это про то, что там женщинам пить нельзя. Алкоголь. Какая интересная, красивая такая упаковка. Пино-нуар. 18 долларов. Санта-Барбара. Обычно стоит на винодельне 40. Помнишь, с лобстером мы брали? А это какие-то с лобстером и еще с креветками равиоли. А, нет, лобстер соус. А, лобстер соус. А, лобстер соус. А, не с креветками и с лобстерным соусом. Без лобстера. А, без лобстера. Вот это вот? Вот это я бы поела. Но я не знаю. А, они уже готовые. Просто разогреть, видимо. Видимо, да. Канадские. О, хорошие, да? Да, это даже хорошие. Ну, это если вот любите морепродукты такие. Да. Любите. Мидии. Мы любите такие морепродукты. Вы любите? А, ну вот, смотри, на сковородке. Ну да, с микроволновки. Можно к ним еще пасту отварить, и будет, можно с пастой сделать. Они даже без пасты. По-моему, у них блюдо вот прям так вот. Да, да, да. Тут моллюски, как бы кальмары всякие, да? Креветки, мидии и прочее, прочее. Стоит 17,49. До какого числа? 15 апреля. Ну вот, давай романтик сделаем. Будет у нас романтик в итальянском стиле. С канадским привкусом. Это на самом деле блюдо. Блюдо написано, что в Сан-Франциско родилось. А, да ты что? Что пина. Ну, тем более. Американское классическое блюдо, происходящее из Сан-Франциско. А что интересно в нем американского? Ну, так. Что-то, да? Вот. Вот это нам надо. Да, да, да. У нас их совсем мало осталось. Так, он стоит 9,29. Сыр для бургеров. Ага. Смотри, смотри. Снимают малиновские, как готовят куру. Это фотобомб у нас. Здравствуйте. А мы снимаем малиновские, как они снимают кур. Заказной. Прошло 2 часа. Мы поговорили с валиновскими. Все, обсудили. Взяли курицу. Параллельно за 5 долларов. Так, мясо нам не надо. Леша хочет стейки. А, ну мы если пойдем в гости, наверное, стейки будут. Так. Сырая кура. Где нас? Тендерлойны мне нужны. Тендерлойны, кура. Вот эти тоже, кстати говоря, хорошие штуки. А, бедрышки. Бедрышки. Можно, кстати, бедрышки взять. Они пожирнее, но они, мне кажется, сочнее. Да, разнообразие. Давай, давай возьмем. Так, что? Возьми не очень большую, наверное. Вот 27. Давай. 27 долларов. Давай возьмем пакетик. Наши любимые яблочки по ассортименте. Каждую неделю вот такой пакет мы съедаем. А тут их немного, на самом деле. Но если у нас дети не едят. Это неправильный пакет. Дети у нас не едят. 6 долларов стоит. О, да. Слушай, а почему там в том пакете меньше? Может быть, они больше по размеру? Вывалилась? Может, и вывалилась. Давай, клади. Клади. Прекрасно. Идеальные. Малина вообще дорожает или раздражает? 7 долларов. Дорожает, аж раздражает. Своей дороговизной. 7 долларов стоит. Она так и была зимой. Ну, да. А еще все уже не зима. Так, голубика 8 с половиной. Нормальная или мелкая в этот раз? Нормальная. Ну, такая помельче, конечно. Ну, да, но... А другой фирмы нету? Ну, она не слишком мелкая. Ну, не слишком. Она одной фирмы. Ладно. Бог с ней. Давай. Так, клубничка. Клубничка выглядит неплохо. Прям даже я бы сказала, хорошо. Она стоит 6 с половиной долларов. Вот клубничка. Яйца, наверное, надо, да. Юрий пошел за молоком и яйцами. Ой, я тоже пошла за яйцами. Давай, я за яйцами. Так, 5 долларов яйца стоит. Сейчас проверим их, как они себя чувствуют. Что-то яйца как будто стали мельче. 24 яйца. А молоко стоит 6,69. 2 галлона. Нормальная? Да. Аввокадо мы сейчас взяли в этом. В трейдере 3 штучки. Но я взяла, который спелый. Мне и для рецептов надо снимать. И для еды. Возьмем аввокадо. Оно стоит 9 долларов. Оно будет у нас на поспевку. Помидоры. Вот эти, смотри, какие сегодня красивые помидоры. Они неорганические, да? 8 долларов. Кажется, нет. Какие из этих лучше? Вот эти вот. Органические вот эти. Как они выглядят? Нормально? Хорошо? Да, 7 долларов стоит. Давай вот эти возьмем. Давай возьмем сейчас пока скидка. 4 доллара. Да, скидка. 14 долларов стоит. Это котлеты из лосося. Очень хорошие. Но их готовить надо. На скидке, знаете, еще какая? Вот это барамунди. 13 долларов стоит на скидке. Но она до 24 марта скидка, поэтому потом возьмем. Вот есть вот эти вот гранулы, да? Которые добавляют для аромата. Ну, из белья, когда стирают. 18 долларов стоит. Вот эти доуни. А есть вот такие же. Костка делает. Они стоят 14 долларов. Вот эти хорошие стрипсы. А это даже тендерсы. Смотри. 13 долларов. У нас дети прямо как это. Вот стрипсы. Нет, эти мы не такие брали. Мы, по-моему, вот эти брали последний раз. А, или подожди, или может быть и эти. Огромные, да. А вот эти тоже должны быть хорошие? А, вот смотри. Вот только у нас где еще решили. А, ну это наггетсы. Да. Я не знаю. Они там, наверное, перемолотые. Ну, это нет. Они, знаешь, чанкс. Брест чанкс. То есть это кусочки грудинки. Думаешь, нормальные? Они, вон, там, вон, показано на фото, что там есть. Лайтли бреддет. Это значит, что они совсем мало этого хлеба в них. Да, мне кажется. Да, попробуем. 14 долларов. Больше мяса, меньше хлеба. На видео, хотел сказать, на фотографии хлеба достаточно. Да. Ну, давай попробуем. А ты уверен, что они не это? Что? Что они не помолоты. Что? Не помолоты. Ну, не перемолотое мясо. Что оно прям кусочками. Блин, это как это. Как будто они были... А, размороженные. А, может быть, кстати говоря. Они слиплись, да, там внутри? Это нормально? Ой, простите. Sorry, sorry. Это ролик назовем. Совместная закупка в Коско с Малиновскими. Слышишь? Хотела еще бекон взять, но его тут просто дофига. 14,5 долларов. Там сколько упаковок? 4, что ли? Кошмар. На кассе встретимся. Цветы красивые. Мы забыли, что нам нужна вода. Кстати, дети очень активно пьют эту воду, которая... Спаркли. Спаркли, да, газирована. Мы брали со фарафанами. Я вот не помню, салфетки у нас еще вот такие есть? Есть. Ну, отлично. Так, водичка, водичка 3, 4 доллара и плюс 2 доллара еще к ней. Налог за тару. Мы хотели купить вот это для кемпинга. Помнишь? Да, да, да. 7,89 стоит. Давай возьмем сразу, пока не забыли. 4 штук за 7? Да, вообще за 9, ну за 8. Ну да, за 9. За 8. Что, берем? Смотри, такая. Да, да, да. Которая как угодно. Ну, которую можно запихать куда-нибудь. Тебе не надо вот это? У тебя 6 штук всего, а ты уже 2 потратил. Хватит тебе? Окей. Так, пришли специи, мне нужна соль обычная. Вот она соль, стоит она 3,39. Это что такое? А, фу, это какая-то рыба непонятная. 9,49. Ну, фу, я, понимаете, не потому, что я не люблю рыбу, а люблю рыбу. А то просто какая-то рыба эта, очень неприятно выглядящая. Это какая-то рыба, как она называется? Какая-то джефиле, джефильте, непонятная. О, это что такое, смотри. А, это какая-то, это, да, смотри, 30 долларов стоит. Это, типа, оболон, да, рыба тоже, но она какая-то прям дорогая. 30 долларов всего за 5 упаковок. Так, вот эта штука на скидке, это печеньки с шоколадом внутри. Сколько они сейчас стоят? 12, 8,69. 8,69, 30 упаковочек. Да, и стоили они 1,69. Так, вот что нам надо, булочки для бургеров. Сейчас посмотрим, до какого они числа. Так, до 5 марта. Это до 5 марта. А есть не до 5 марта. Наверное, где-нибудь сзади. Они стоят 5,79. Их тут целых... Сколько их тут стоило? До 12 марта. 12? Или 24? Снова до 5 марта, по-моему. 16. Что, нашел до 12 марта? Пасхальные наборы. Смотрите, какие красивые. 20 долларов. Тут что-то конец. Тут и... В общем, я так поняла, что здесь не только еда. Что-то еще и свечки или что это? А, это мелкие. О, вот тоже какие-то яички пасхальные. 15 долларов. Вот эти вот раскрашивать печеньки. А это, интересно, из чего сделано. Молочный шоколад. А, это знаете? Да, молочный шоколад. Тоже в обертке индивидуальные. 15 долларов. Вот смотрите, какие яйца динозавров. 13,49. Тоже разноцветные есть. ММДМ-сики, маршмелки 11,79. А такие шоколадки разные тоже. Вот на самом деле, вот эти вот прям специально сделаны, видите, в виде зайчиков. А вот эти просто обычные, но при этом они завернуты в какие-то такие весенние обертки. 11,49 стоит. Какой-то кремик появился. Тоже от морщин вокруг глаз. Типа даже борются с новейшим веком. Интересно. Ну, от кругов, короче говоря, темных. Вот глазами вокруг глаз 40 долларов стоит, кажется. А, нет, вру. 45 долларов. Это какой-то... Это вот это 40 долларов стоит. Тоже какой-то с ретинолом крем. Эстеллаудер тут еще есть. Я вообще люблю Эстеллаудер косметику. 85 долларов. Тоже какой-то крем. Мужа нашелся. А я тебя потеряла. Ходила там. Ты что, цветочки купил? Да. Класс. Да, нравится. Очень-очень, няма. Красота. Так, что, малиновских нету здесь? Они были, они... А, они уже все ушли. Какая жалость. А мы думали, что мы еще на кассе встретимся. Так, все у нас. Сегодня закупка... На сегодня закупка все. Да. Сегодня просто выходной в гугле. Поэтому все в пятницу закупаются. Видите, полный Коско. Это все гуглеры. Сейчас еще надо не забыть забрать наушнички Юрины новые. Будет распакавка прозрачных наушников. Так, ну что мы... На какую сумму-то мы накупили? Я не поняла. 407. 407. С учетом наушников? У нас наушники 143. С налогом примерно. Ничего себе, мы молодцы. Да. Да. Красавчики. Слушай, народу реально, сегодня пятница, пятница утра еще, еще одиннадцати нету. Ой, они такие маленькие. Ну да. Ну ладно. Так уж и быть. Я говорю, пятница утра, а народу, как будто бы, я не знаю, в субботу утром. Прямо это. А, мы еще и взяли рубашки. Ну они там недорогие. 11 долларов. Штаны, штаны мне не взяли, да? Да. Вот это жалость. Губки еще вот эти. Ну да, да, да. Всякую ерунду. Зажигалки. Да. Давай не струливать с пути истинного. К выходу, к выходу. Пожарная что-то приехала, куда-то едет, кого-то спасать. Но это не значит, что пожар. Это может быть кому-нибудь плохо стало. Поэтому едут. Дождик накрапывает. Спасибо. Продолжение следует...